прежде чем посмотреть это видео вы должны для себя уяснить что она не является методическим пособием и не является руководством действиям это субъективно лично мое мнение как я это вижу тренировочный процесс если же вам понравится и вы считаете это применимым применяйте и не всем благ приятного просмотра получили оружие с пирамиды собираемся выходить на задачу либо на стрельбу на первым делом то есть всегда его разбираем сейчас я покажу наглядно почему то надо делать первое сняли магазин раз получать вы будете таком видео раз 2 охранителя сняли раз два ствол безопасное управление вот товарищи где от людей спуск под охранитель на самом дальше вот у нас а к-12 проведем сейчас частичную разборку неполную вот раз два смотрим то есть отводим затворную раму газовым поршенью затвором смотрим что все части механизма были у сэма ударского механизма на месте все пружинки и внимание вот идет полозья полозья должны быть ровные если бы поведенный средства затворная рама выходить плохо может быть задержки на самое главное залазим в личинку смотрим сейчас видео вроде кажется боек есть вот он чашки находится казалось бы да но накол не производит потому что вылетела на нем отсутствует сломано должны быть клепки то есть не клепки эти так называемые штифты то есть автомат не bg очень так вот и получила пошел с ним в бой он тебе не работает ты раз делаешь два делаешь у тебя характерный шелчок цык цык ты магазины меняешь один думаешь что патроны царевшие проще один за одним то есть это опять возвращаешься к теме почему бывает там осечка и прочее да там что происходит задержка ну не будешь копаться осечка задержка короче автомат не стреляет вот раз ушел открытие начинаешь там скинул там перезарядил опять цык не стреляет уже поменял магазин другой поставил опять цык не стреляет то есть одна из причин первая допустим опять же может быть как мы сейчас видим неисправен у нас личинка то есть боёк первая причина вторая причина может быть загрязненная чашка вот здесь вот грязная нагар нагар да нагар тоже может быть причиной плохого накола по капсуле патроны не отработает вот ну и соответственно не обслуженные патроны возможно уже плохо хранился отсыревший может быть либо опять же большой слой грязи либо ржавчина находится на капсуле на патроне тоже может быть причиной причин много поэтому всегда проверяйте получили автомат проверьте его водами с пятерочку попроще будет раз два три если гораздо проще вот здесь я сейчас наглядно покажу что с автомата происходит что он не бэгэ смотрим видите полозья смотрите как они полозья называются назовем их полозья пускай теоретики воздух понюхают понюхают походят на вот не суть вот эти вот ну так называемые полозья по которым ходит у нас грязная рама увидит автомат уже состоянии раз второе трещина на газовом поршне скоро там обрет в негодность ржавеет он видимо хотя чистили мы недавно его поэтому оружие чистить всегда минимум через день в таком случае у нас сырость находящийся в земле вот здесь то же самое мы уже не меняли здесь шпильки на нем тоже садила причин была у него улетала не держала и короче наколы не производила по капсулю вот смотрим здесь дальше трещина вот покажи посмотрим трещина то есть таким автоматом идти в бой не рекомендуется ну как я вообще не пусты поэтому нужно сразу обратиться к командиру чтобы поменяли ствол потому что командира обязан обеспечить всем вооружением для выполнения боевой задачи с таким идти это смерть твоя и твоих товарищей будет не сможешь отработать у тебя вот увидел вспыхнуть и гранатометчик а пив поп-оп остальные в автомате не работает не бегая средства пропарили все примут лисик смерти на этому нужно хорошо все это проверять соответственно чистка постоянно чистка оружие постоянно и сейчас мы этим просто займемся есть после того как собрал всегда обязательно проверь что все ходило думал что-то вдруг что-нибудь и забыл вот далее как у нас будет такой товарищ который собрал а к 12 поставил что-то у него было затвор да не мог да у него поставил даже наглядно вылетает автомат стрелять не будет мне бегать что там всегда оружие проверяйте есть что тот боец у нас сделал он получается не повыше замутил там он вот так поставил получается вот так поставил я почему и грош нужно проверять и потом он короче пытается что-то мне говорит командир плохо это идет на затвор ходит назад и правильно потому что вот так поставил вроде ходит уже по усилию почувствуешь поэтому здесь нужно ставить вот таким вот образом раз дима как положено быть все метки если то есть пазы совпадают после этого уже собираешь я все ногу я лично за классику за старая км либо всеми черту проверяем все вот хороший идет это вот опять мы из жизни взяли с нашим товарищем теперь теме магазинов покупая везде на озонах где-то еще а вот когда приходите всегда обратите внимание на борта вот на этом магазине это мангши они борта спилены здесь патрон сюда не встаешь это просто выпадать будет он не держит его вот это нормальный магазин это когда приходите потом там военные вещи где-то еще покупаете всегда проверяйте магазины это вашей жизни чтобы этого спилена не было сюда патрон вообще не встанет ну если за проверяем сюда патрон патрон тоже до магазина ну шомпол взял туда и сможешь и беспрепятственная была подача ход был свободен чтобы не закусывал нигде если здесь какая-то будет поломка выбоина касаемо на железных уже магазин бегом сюда дали его давай воин вот железные магазины то же самое бывает погнутые тоже сам проверяем ход вот у него вот видите вот запал не бэгэ он не будет работать просто патроны провалятся то есть с таким идти нельзя надо устранять смотреть что и как может быть он погнутый быть поломанный если вдруг у вас такая поломка ну нет вас больше магазинов но он хорошо работает ходит то необходимо можно с бутылки вырезать какую-то пластмассу поставить что угодно хоть кусок пластмассы хоть полетели ну как там бутылка что за материал бутылки короче вы поняли да бутылка может железно когда будут вот так накрыли и скотчем замотали либо изоленту желательно черный замотали и проверяйте вот поэтому это нужно обязательно делать моменты такие осматривать дальше щепетильная тема у нас поднимается по подсумкам так называемые их называют говном я с людьми маленько не согласен потому что почему нет вот допустим где быстрее достать будет вот здесь вы хотите ставить либо здесь лично движение понятно при отработке манипуляции всех движений моторики это нормально будет но все равно клапан опять же мы к чему прибегаем если мы то же самое зеленка прочая канитель мы двигаемся закрытым клапаном если допустим адресная работа это штурм здания что быстро доставать это делается все просто лястик вы убираете и ставите внутрь его убираете его то фиксируете вот туда сейчас я бегло так покажу просто подожму его и все вот пожалуйста вот вот получается это нужно просто отрегулировать но полностью не получится потому что если он у вас не регулируется если регулируется можно подзаткнуть его резинками вот вот он стал пожалуйста для для штурма быстро отрабатывать то есть быстро хватает и не надо их ругать вопрос идет о том что типа ну мы всегда убираем подавателя вниз дабы потому что если выходить вот так таким образом патрон может забиться грязью всяким хламом вы закинете в шахту то же самое может быть проблема подачи патрона будет поэтому мы всегда убираем подавателем вниз заряженными патронами вниз под сумок дальше идет тема такая что вот здесь а здесь отсюда будет попадать вода грязь проще короче чему делаем к чему прибегаем у нас есть аромированный скотч либо черная изолента мы берем если у нас подсумки вот такие открытого типа они мне очень нравится доставать если грамотно к ним подойти то есть они тоже хорошо служить будут берете скотч вот эту вот пятку вы ее так вот раз заклеиваете заклеили заклеиваете вот таким вот образом раз сейчас на эстетику плевать так покажу короче все вот вверх заклеили и потом короче берете бочину точно так же бочину заклеиваете да можно изолентой там доработать и заклеиваете все герметично будет еще момент такой по изоленте вот чтобы она была компактна и рекорд таскать здесь есть такой моток бумажный вы его просто вырываете вот у вас будет очень удобно чтобы не ломался нужно будет не слегка будет разогреть либо на нее подуть ну так как такой парк сюда теплый либо руках подержать на морозе она просто будет рваться будет на части вот таким образом я подготовил магазин далее у него где еще можно попасть даже закрытом подсумки есть разные есть такого типа есть когда полностью крышка клапана закрывается у него все полностью закрывается сюда ему ничего не попадет но вот поэтому но вот есть еще такая вот штучка где мы осматриваем когда магазин полный то есть 30 патронов вместимость его здесь вот отверстие есть здесь виднеется то есть часть гильзы и часть капсуля начальше магазин полный 30 . ну вот но это обычно делается в армии тут для срочников как пацаны когда ну там учиться как бы ну в основном так ну и так посмотреть чтобы полный полный там идешь лоп посмотрел вот это тоже может идти поэтому здесь тоже мы переживаешь тоже может здесь только трасс и заклеить это все дальше по трассируем еще можно сделать то есть пяточку такую вот это после отдельный магазин один трассирующий потому что я какой будет магазин нужно отработать трассером дать допустим да там там целеуказательный накидать нужно трассер будет я уже знаю что клапан открыл либо здесь у меня все он видно что это трассирующий уже будет если у вас допустим вся скотч весь такое короче то может быть никуда маркер зеленый еще маркера море красный трассер можно так вот заранее допустим уезжает взять с собой такие штучки и все вот он уже я даже клапан открываю все я уже вижу а так трассер закидал где трассер хрен его знает какой какой трассирующий я теряю время а так клапан открывая знаю что у меня слева либо справа справа у меня трассер будет достал все трассирующий поставок и задел накидал отработал то сразу сменил позицию запомнить дальше тема такая по поводу трассирующих умники были вот с первого берез вставляет пять штук получается то есть получается когда стреляешь эти крайние трассера пошли у тебя то есть для чего типа что одну я уже вижу я понимаю что трассер мне нужен магазин только никто людям не объясняет что трассер пошел но ты себя обнаружил в этот момент и трассера пошли противник я тебя обнаружил так возможно работаешь там стоит баночка дтк закидал типа тебя не видно только где-то рассеивание какое-то там и трава не колыхается а тут у тебя оп у тебя трассер пошел там накидывает он уже понимает вот ты моя сладенькая иди сюда и тут ты заглох то есть не меняешь позицию и то тебя на что-то накидывает то есть ты же ты минимум будешь менять его по три секунды если на работу хорошо у тебя там удобное положение там достаешь его поэтому как трассер пошел меняем магазин всегда сменяю позицию если она у нас не подготовленная не стационарно допустим какой-то вырытый окоп либо хорошая позиция подготовленная то да и то пригнушись там не оставаешься как у вас привычка конченная вот и стоите что ты для чего вы это делаете это объясните мне что для чего ты не контролируешь шахту еще попасть надо мне ладно там у нас мы еще более-менее работаем а если не опытные зачем сюда уходят шахту ты контролируешь шахту в любом случае вот он поставил все с этим разобрались поэтому смену магазин осуществляем то есть меняем позицию если находимся в поле лес сменили позицию трассер пошел по-любому меня позиции себя уже обнаружил то есть трассера пошли он уже понимает если ты такую же тему уже знаешь что трассер ушел потому что он работал и поездками туда и три трассера пошло у него скорее всего он выкупит тебя что ты меняешь магазин сделал для себя подсказку такую поэтому вот такие нюансы никто не объясняет мне вот это посмотрели в ютубе о там сказали об этом надо делать так а вот что какие нюансы могут быть об этом не говори поэтому всегда нужно делать такие поправочки внимательно то есть смени вот почему сделали смени позицию это вот наше главное правило пошел трассер у него позицию да не только даже если трассер все равно заглох если тебе как бы по тебе работают фонтаны по-любому менять позицию нужно фонтаны слева уходишь вправо фонтаны справа уходишь влево то есть смена позиции оттуда удобно значит по тебе уже все попадают тебя спалили уже сейчас уже поправочку возьмет и тебя нахлобучий поэтому позицию нужно менять уходя с позиции допустим отказывайся вправо то есть смещайся сначала ты отработал заглох сместился вспыхнул а не так что ты отработал раз в этот момент ты поднялся и тебя нахлобучий поэтому по нижнем уровне ушли и убежали короче вот с этим разобрались поэтому и спокойно можно работать вот они подсумок у меня открытый вот пожалуйста грязью не забьется подавателем вниз патронами грязью не забьется вверх вода вода всякая перхать не попадет потому что я заклеил и как бы трассирующий патрон я в магазине уже вижу ну и по сумку этим по сумочкам вот сразу почему у нас две сумки нас две руки с вами после меня и магазин сейчас просто чисто показывает раз не где-то там жопе потому что когда будешь и будете лежать лежать вот броня плечи у кого-то шея вот это движение будет это сейчас масла делать попробуй достанем вот эту не достанешь а будешь когда психовать в суете можешь потянуть связочку себе когда тебе более сил нету как наш товарищ говорит не спал пару дней там две-три дня голодный на холоде еще замерз и конечно замерз и средства все у нас легко рвется когда мы не разогреты она резко резко потянулся оп все надорвался опа светочка отлетела у тебя все уже нормально с работе может поэтому раз с этого положения чик магазин сразу видите меня сумка оп ушел рука сразу лезет клапан чик открыл магазин достал сразу напоминаю что локти сюда прижимаем это как в боксе руки если поставить вам отшибу печенку сразу закрыты посылу вот вам то есть приводим например это единоборство на закрыто всегда сгруппировочка то есть локти сюда вам их отстрелят нахрен прижаты опа туда раз что отработал снова еще моменты о для положения допустим колено стоя я отрабатываю лично я вот левую часть левую часть грудину правую часть как правило это работа в положении лежа допустим когда лежу я вот у меня оружие на возвышенности тоже магазин оп скинул сразу опа бля сброс никого сюда другой подцепил поставил примкнул взялся вкладочка огонь то есть оружие должно быть приподнено потому что может быть трава грязь вот так вот его опустим штатник у любителя когда еще бы у нас у вас посольник будет я посмотрю как вы будете вот так вот держать вот поэтому оружие на возвышенности все оно приподнят в случае вы можете в грязь все бросать не надо забейте в мушку все это дтк будет вообще дела хреновое вот оружие находится на возвышенности все и шахту контролируйте примкнули все перезарядились тоже нужно учитывать поэтому сумки сброса должно быть должны быть по бокам с хорошими ободками то жесткими чтобы ничего это ну не болталось так само здесь допустим смена происходит либо же так получилось что здесь то уже ствол мы держим можно вот это положение то сам прикрывшись на поставил зарядился кто-то вот так делает примыкает это же находясь за где-то укрытием вторым номером потому что первым номером лучше потому что вторичка тоже будет здесь мы находимся там сантиметров 40-50 от нее от угла получил в таком положении снова держать оружие там то меньше всего прилетело глаза на что кто-то вот так меня это сработает вот этого положения допустим оп раз сразу рука ушла как удобно все схватил вот движение 2 сумки сброса не в жопе а по бокам раз-два ручка ушла вот она сразу виде рукаву сбросник ушла скинул дальше рука уходит отсюда снял дальше снял 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 отработал ясно если брать подсумки на экономить не надо на кипровке надо хорошие подсумки что были вот такие жесткие вот четкие если бюджетный вариант есть вариант лучше ходить прошиться там прошейте хорошенько я вот так и сделал я бы все четко работает ну и по гранатам по то же самому подсумкам такие нюансы должны быть учитаны магазин грушев трещина всегда нужно быть заклеен проверяйте сюда вход видите ход у меня входит здесь проверяем оп западает шляпа не бг ясно масленки с собой носим тоже господа потому что неизвестно когда он вернет слово блин даже с собой масленочкой на группу можно с собой в дешечку смазки нейтральная смазка и щик щик обработали еще вот нюанс как раз он мне подсказывал взял чашечку вот это вычищаем когда здесь продули шик шик и вот такие движения поделали чтобы он впиталась хорошенько маслом потом все это вычистили оружие чистим не всей банды сразу а частично допустим группа четыре человека мало группа двое чистят двое на фоксе даже находясь в бендерже заряжены на готовности потому что мало чего штурм команда к бою а бежать вот начнешь это вообще-то убежать в каменные веки будут долбиться что-нибудь конечно нет ясно масленка с собой всегда и ветошь куда-нибудь даже самым сбросить его можно определить и скинул там все вы дешку можно брать на борту кинуть там на троих через одной баллончик а хватит короче масленку должна быть у своя как раз обслуживаю потому что такая погода то то туман то сырость то еще какая-то грязь все это вода пожалуйста работает заржавела все оружие не работает нормально ясно